Здравствуйте, Дмитрий, приветствую. Здравствуйте, Юрий, спасибо, что пригласили, здравствуйте. Спасибо, спасибо, что пришли для нас в время. Давайте начнем с обстрела Украины гиперзвуковыми ракетами Onyx, судя по всему, это предварительные данные, россияне обстреляли теперь уже Киев, и вот число пострадавших возросло, количество из них, вернее, пострадавших возросло до 10. Мы знаем о том, что эти ракеты, значит, разрушили инфраструктурные объекты, в частности, учебные заведения, как сообщил мэр города Киев, и обломки попали в другие районы города, и вот есть пострадавшие. Слава богу, на текущую минуту неизвестно у погибших ничего, и так бы пусть оно и было. Но, между тем, я обратил внимание, что россияне, когда не достигают каких-либо целей, пишут о том, что, значит, ну вот послушайте, мы же не ударили по учебному заведению, как это было вот сегодня, например, мы поразили две ЗРК «Патриот». Хотя, да и в помине, на самом деле, этого нет, то есть, этого нет, этого не происходит. И вот я хочу узнать, это новая такая информационная тактика у них, то есть, у них не получилось там достичь того, чего они хотели, ракеты были сбиты. Значит, для того, чтобы опять нас не называли террористами, как ИГИЛ, например, да, потому что вот эти последствия, это то, что сегодня произошло. Мы скажем, что мы поразили все военные объекты в Украине. Ничего нового, Юрий, они уже били по кафе и говорили, что там было совещание каких-то украинских военных поставленных. Я помню, это прекрасно. Ничего нового русские террористы придумать не в состоянии. Здесь вопрос, что Украина наращивает мощности по отражению этих ракет, ударов, в том числе Цирконы или вот какие вы называли, я не разбираюсь. Я знаю, что Путин использует все, что у него есть. Пока там болтают по телевизору, что ну давайте, наконец, решительно уже как-то сделаем. Русская армия уже много-много месяцев использует все. От авиабомб до гиперзвуковых ракет. Ну надо как-то списывать, видимо, траты, показать, что что-то есть, и придумывать параллельно, что там находится ЗРК «Патриот» и прочее. Потом скажут, что уничтожили 10 этих «Патриотов», хотя в Киеве их там 2 или 3. Ну, в общем, как всегда, они будут врать и выставлять свой терроризм великими военными совершениями. Точно так же, как они выставляют войну геноцидную против Украины установлением нового мирового порядка. Им не хочется признавать, что они просто равняют страну с землей, как мы это сегодня в очередной раз увидели на примере Киева. Они хотят себя возвеличить. Вы знаете, очень интересно, что после этого удара Дмитрий Медведев у себя в телеграм-канале написал о том, что вот меня спрашивают, что делать с теми, кто устроил теракт в Крокус. Вот их поймали, что с ними делать? Убить? Ну, конечно же, убить. Но помимо того, что их нужно убить, нужно еще и убить, изничтожить, испепелить всех, кто. И он перечисляет. Поддерживал, платил, сочувствовал и так далее и тому подобное. И я еще раз напомню и подчеркну, это важно, что это сообщение появилось сразу после атаки гиперзвуковыми ракетами на Киев. То есть в России продолжают соблюдать, придерживаться вот этой линии, что Украина причастна к этому теракту. Естественно. Даже когда Путин обращался, он говорил, что... Он, по-моему, даже не назвал граждане Таджикистана, когда первое обращение было. Но про Украину не забыл. Конечно. Так что по поводу заявления Медведева, это типично. Главное в процессе расследования не выйти на самих себя. Я сейчас отшучусь насчет Алкадимона, извините. Потом продолжу анализировать поведение по отношению к Украине. Если прислушаться к словам Медведева, что надо уничтожить всех, кто причастен к теракту, так это все руководство ФСБ надо будет уничтожать. А Димон перебрал. И там, видимо, 4 Финляндии за ночь было. Все, теперь шутки в сторону. Почему они выставляют Украину? Да просто освежить в памяти. Вот им кажется, что завершена информационная кампания, потому что Запад отвернулся от Украины. И теперь мы будем подавать это, как будто Украина в отчаянии уничтожает мирное население. Вот такие у них, мне кажется, представления о вот этой логической цепочке. Они ее будут продвигать как-то. Ну, потому что они и до этого ее нащупывали. То есть ровно то, что делает Россия в Украине. Она не в состоянии уничтожить военные объекты. Она не в состоянии, сколько вы там не врали, ликвидировать поставленное руководство. Помните эти ролики, что Залужному приходилось появляться в кадре, чтобы прекратить эту информационную войну. Они не в состоянии ни черта сделать. Какие-то фейковые ролики, еще чего-то появляются. Вместо этого они бомбят мирное население, уничтожают его. В столице, в других городах. То, что сегодня по Киеву ударили, ну, по Одессе ударили. А я предлагаю еще посмотреть не только, как Украина отражает эти удары, а там результаты ошеломляющие. Это действительно высоченные показатели. И только растягивает оборона Украины. В Одессе что-то восстановили. В Харькове, по-моему, метро запустили. С интервалами в 20 минут двигаются. Полчаса. Полчаса. Вот что-то такое. Ну, вот это борьба. Вот только что посмотрел ролик, какая-то девушка в Киеве, в кофейне, продолжает работать, мило улыбается, объясняет. Путин очень хочет сломить дух Украины, сломить, вот чтобы на коленях приползли, как русские ползают уже много-много лет. Он хочет увидеть то же самое от Украины. То есть Украина ему не нужна, еще раз. Ему не нужны эти люди, которые так видят себя, так видят свободу, мир вокруг себя. Ему не нужна эта страна. Для него это как пощечина, каждодневная. И дело здесь не в ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот ему кажется, что он достигает каких-то целей, но ни черта он не достигает, естественно. Это понятно. Но, опять же, не поменяют они ничего в своем поведении. Я подытожу, что не поменяют. И вы правы, во-первых. А во-вторых, понимаете, здесь какое дело? То есть российская пропаганда показала удары, вот эти удары, которые мы обсуждаем по Украине, за Кроку Сити Холл. То есть в отместку. Вот в этом месте мы показываем вот эти удары за то, что произошло в Кроку Сити Холл. То есть они отрабатывают очень хорошо этот нарратив. И я хочу спросить, какую цель они преследуют, помимо прочего? То есть если говорить про внутренний рынок, уже сейчас, вы знаете, активизировались разговоры о возобновлении смертной казни, о том, чтобы полностью закрутить гайки, о том, чтобы разобраться с мигрантами, я не знаю, внутри страны. Это версия, я не знаю. Какую цель, помимо прочего? Мобилизация, да? Ну вот смотрите, у нас какой враг. Это они были нацистами, а тут они еще в нацистских террористов превратились. Поэтому давайте, великая Россия, сплотимся и, наконец, всех победим. Ну то есть, чтобы оправдать всю эту историю, чтобы оправдать, я не знаю, возможно, нежелание или, естественно, нежелание людей умирать на этой войне, чтобы это все оправдать и таким образом всех загнать вот туда, на войну, на смерть. Я думаю, множество аспектов, Юрий, в том числе и очередной виток военной пропаганды, что надо пресечь то, что какие-то попытки атаковать, они же даже не будут скорбеть. Что-то там Путин промямлил, поставил свечку, все, конец. Все, не будет никаких переживаний. Шаман там пообещал что-то выплатить, выяснилось, что там 130 человек погибло. Он, ну, я не буду, наверное, нет. Я русский, но не особо, значит, готов. Хотя он по щелчку мог просто найти любых инвесторов, там песенку записать. Нет, он песенку записал, что мы не забудем, будем скорбеть. Да не будете выскорбеть, вам плевать. Точно так же, как плевать на многочисленные жертвы в других городах, связанные с абсолютно другими проявлениями того, что Россия террористическое государство. И то, что ФСБ устроили это в Кропу-Сити-Холле, и то, что местные региональные власти устраивают что-то похожее, и то, что полиция крышует трафик веществ во всех регионах. Это что, не терроризм? Или нужно обязательно шоу? Но вот шоу, да, удалось устроить. Они даже калаш покрасили в желтый цвет, чтобы молодежь писалась от восторга, как скин в контре. Вот это да. То есть они прямо очень хотели привлечь к этому внимание, обойти, но не про жертву говорить, а про мобилизацию, опять нагнетение ненависти. И США плохие, что не конкретизировали свои разведданные. Вы-то вообще ничего не рассказали. Где, вот давайте отдельно поговорим про то, где путинская безопасность эта хваленая. В очередной раз скажу своим зрителям из России, ну вот вы наверняка же думали, зато у нас безопасно, зато у нас нет терактов. У вас очень плохая память. Во-первых, потому что в России за мою недолгую жизнь, сколько я, ну я жил там основной, естественно, отрезок своей жизни, но там было столько терактов, столько жертвоприношений. Это невероятное число. И говорить о том, что Путин держит в каком-то кулаке безопасности страну, никто там муха не пролетит, ну это просто бред. Путин как регионы не контролирует, так он Москву не контролирует. Напомню, что круг сити холод, никакая не московская область, дешевый развод. Это Москва, естественно, очевидно. Там такие топы выступают. Топовейшее место с топовейшими звездами, с дорогущими билетами. Естественно, с работающей системой пожаротушения, дымовведения, еще там чего-то соблюдания. Но в этот день как-то так все вот срослось. Естественно, здесь и имущественные будут всякие выгоды. Уже сказали, что... Вот я к чему возвращаюсь, Юрий. Вы сказали, что это для Украины, конечно, будет плачевно. То, что теракт в кругу сити-хоре, что Путин объявит зомбирование населения, пойдут новые контрактники. Помимо этого, совершенно верно, еще будут передел собственности, я уверен. В том числе миграционного рынка. Пойдет что-то куда-то. Возможно, Кыргызстан захотел, чтобы сократилось количество таджиков в качестве рабочей силы. Можно все, что угодно придумывать. Они по-любому из этого извлекут много выгоды. Это солидное жертвоприношение, скажем так. Солидное. Боже, помоги нам грешным. Без тебя не сможем. Наша вера и молитва нам поможет. Не забудем никогда в нашем сердце навсегда. Этот день мы будем помнить до конца. Навсегда в каждом сердце России. 22.03.24. Шаман нашел инвесторов, да, и деньги на запись этого кринжатины гораздо быстрее, чем, казалось бы, Путин отреагировал на то, что произошло в кругу сити-холл. Хочу вас попросить прокомментировать. Ну, это хайпожорство. Я не знаю, как по-другому это можно сказать. Вот, это хайпожорство. Я просто был в шоке, когда это увидел. Плюс уже записано в качестве, уже звук такой. То есть подтянутый шаманчик звучит. У него голоса такого нет. Ну, там надо другие даты еще добавлять. Я не хочу сейчас смеяться. Просто представляю себе шамана с его пафосом, с его микрофоном, торчащим из кожаных штанов. И он что-то там скорбеть собрался. По кому-то собрался скорбеть. Потому что с Мизулиной не получается, потому что жена уже есть. Или почему? Что происходит? И то, что это заранее все было записано. Господи, ему что, слили текст, что давай... Как, знаете, он за несколько недель до смерти Навального выложил клип, что живой. Конечно. Нет, ни хрена не живой оказалось. Потом шаман что-то. Но он шаман. Они через него будут вбрасывать теперь информационную повестку. Помяните мое слово. По поводу других дат, там очень много надо куплетов. Знаете, как у Тейлор Свифта есть песни, и там много очень текста. Вот у шамана тоже надо просто даты перечислять, перечислять количество жертв, которые принесли российские спецслужбы на алтарь путинской власти. Все объемлющие, как им кажется. Хотя Путин ничего не контролирует в стране, естественно. Слушайте, ну, помимо прочего, это имеет свои продолжения. Уже сегодня стало известно, что ИГИЛ пригрозил Путину новым терактом в России или даже новыми терактами во множественном числе России. Об этом сообщает Farda News, ссылаясь на институт Аль-Азаим. Я не знаю, что это такое. В общем, одно из медиаподразделений исламского государства. Вот что важно. И вот там, я просто не арабист, я не владею арабским языком, но вот умные люди пишут о том, что и фамилию Путина там тоже они упоминают. То есть конкретно ему угрожает и устроить другие теракты на территории, Российской Федерации. За что? А помимо основных причин, почему они это сделали, еще и за то, что силовики Путина, катувалы, пытали тех, кого поймали. Вот этих террористов они пытали. Мы видели, как это все происходило. Как вы считаете, хватит ли ресурсов или это просто угрозы? И как будет реагировать российская власть еще на это? Вы имеете в виду ресурсов от сценаристов? То, что еще там придумают что-то, как Путин изображает борьбу с ИГИЛ, а ИГИЛ борьбу с Путиным? Ну, то есть он создал ИГИЛ, и теперь ИГИЛ борется с Путиным. Это как если бы СС сообщали, что они организовывают покушение на Гитлера. Вот тут тот же бред. Но только поскольку Российская Федерация по роде на Третий Рейх, они решили что-то там придумать, какую-то клу надо устроить. Ресурсов хватит. Там взрывчатки столько, что Брянская область заминирована, люди подрываются. Украина вся заминирована. Чего бы теперь не взорвать еще что-нибудь? Ведь сказано же, опасно, опасно. Мне кажется, что здесь все очевидно, что Путин будет продолжать эту истерику, приносить жертву людей, нагнетать украинские следы дальше. Вообще никаких сомнений нет. А что ему еще остается? Вот это, ну если угодно, та самая мобилизация, о которой говорили после того, как переизберут Путина. Вот, пожалуйста, практически сразу. А вот сейчас сообщение о том, что в ТРЦ, там по всей территории России, 700 ТРЦ, по-моему, да, якобы заминированы, ну, по крайней мере, вот такие сообщения поступают. И там эвакуация людей, мы видели кадры, какие там эвакуируют, даже пришлось эвакуировать всех. Каждый день уже вот с этого Крокус-Сити-Холла уже каждый день по два, по три. По-моему, в геометрической прогрессии будет расти просто вот это звонки, звонки. И как вы понимаете, в тоталитарном российском обществе, государстве, нельзя взять и позвонить, и сказать, что, ой, заложено там бавовно. Нельзя так сделать. Тебя вычислят быстрее, чем ты трубку успеешь положить. Естественно, на это нацелены все операторы, все провайдеры, никто, все под клупаком, они гордятся, что у них система видеонаблюдения. И тут начинается волна. Кто бы это мог быть? Кому бы это могло быть выгодно сейчас? Но, как говорит Путин, уши торчат, и это уши ФСБшные. Да. Слушайте, а как вот как вы видите работу пропагандистов в плоскости того, как они сообщают и информируют своих зрителей о том, что сейчас происходит на их территории в контексте ударов по НПЗ, например. Потому что я, с одной стороны, вижу, что где-то они молчат, хотя есть информация от очевидцев, от других людей, более информированных, ну, там, непосредственно на территории России, что этот завод уже прекратил работу, этот выключил какую-то турбину, вот этот уже не производит в необходимом объеме, я не знаю, что он там производил до этого и так далее. А вот федеральные каналы, они как-то молчат. То есть где-то там что-то как-то написать, но проблемы нет абсолютно никакой. Вот нет вообще никакой проблемы. Тель на плетение опять наводят. Естественно, помимо того, что успешные атаки по НПЗ, и, по-моему, сегодня кто-то из военного руководства Украины сообщил, что это законная цель. Я поддерживаю. И не только это законная цель. Но они там без меня прекрасно знают, что законная цель. Успехов ВСУ в уничтожении объектов, которые поставляют нашим мальчикам совсем разные ресурсы, какие угодно. Там хоть топливо, хоть трусы. Мне, честно говоря, абсолютно плевать. Военная экономика, она на то и военная экономика, что нацелен, а в России тем более. И по поводу того, как освещает, вернее, не освещается это по федеральным каналам, само собой, они не хотят нагнетать панику. Знаете, образцово-показательный сюжет был от Ростеховского завода какой-то. Мы работаем, и там рабочие стоят у каких-то станков, которые, очевидно, из Японии. Если он сломается, никто этот станок починить не сможет. Синие изоленты здесь уже не справятся, уже не те времена. Да и мастера эти старенькие, они уже умирают стремительно. Плюс экология, они от нее умирают, само собой. Молодежь ни черта не знает, как из наипалок собрать что-то, чтобы работало. Износ всего этого оборудования, это естественный процесс. Когда страна закупоривается в себе, да, там есть какие-то поставки чего-то, но я надеюсь, Казахстан уже закроет границу и с Кыргызстаном в том числе, потому что очевидно, что через Кыргызстан львиная доля всего необходимого для русских террористов поставляется. Вот недавно Зеленский озвучивал, что из 10 стран всего компоненты были, 7,5 тысяч компонентов. В общем, какие-то неводушевляющие абсолютно показатели, и я надеюсь, что это все будет пресечено. Тем более Путин сделал для этого все, какие последствия после теракта еще в стране, где военное положение, естественно, вот Кыргызстан говорит, не приезжайте в Россию своим гражданам. Да, слушайте, ну вот если продолжить эту тему, вы знаете, что Макрон тоже активизировался, и он сказал, что Франция могла быть в том числе страной под вниманием террористов из ИГИЛ, и среди прочего он заявил, что вот это филия группировки исламского государства, которая взяла на себя ответственность за теракт в Крокус, на протяжении последних месяцев пытались осуществить еще несколько атак на Францию. Это тоже проделки ФСБ, или это коллаборация с террористами? Террористов с террористами? Вы знаете, естественно, это коллаборация Кремля с не только вот эта группировка, и другая группировка, которая по Израилю била, и третья группировка, которая в Йемене бьют по торговым судам, и многие, многие другие, да, здесь везде торчат уши Кремля, это очевидно, потому что они создавали, они помогали, они координировали, и инструкторов отправляли, и, естественно, пионер впереди планеты всей, Россия всегда была, я напомню, что ССовцы учились у НКВДшников при мудростном всяческим пытком, они об этом не подозревали, что можно такое делать с человеком до знакомства с товарищами из СССР, так что, естественно, это многоопытные ребята. В Крыму сейчас весьма интересно, потому что местные паблики сообщают, внимание, ракета на Крым и мост, не часто, скажем так, встретишь вот такое сообщение, такого содержания в этих пабликах, но будем следить, посмотрим. Сегодня, кстати, день службы безопасности Украины, и вот как очень, как по мне, остроумно шутят у нас в рабочем чате, но они уже, наши ребята СБУ, должны как-то отметить этот день, ну вот, посмотрим, будем следить за всей этой историей. Но вы знаете, помимо Крымского моста есть и другие цели, которые успешно поражены уже, речь о кораблях, которые находятся в акватории Черного моря, и вы помните, наверное, Дмитрий, я постоянно, каждый раз, когда там что-то взрывается или идет на дно, я у вас уже даже так с издевкой какой-то спрашиваю, с иронией, да, слушайте, ну это же нужно быть настолько тупыми и все равно продолжать дислоцировать, да, оставаться там, пригонять туда корабли, или какие-то другие там... Поменяли главнокомандующего флотом черноморским, или как он... Поменяли. Ну вот, молодец, ты смотри, я тоже самое говорил, что он, типа, что изменится, но поменял Путин одного бездаря на другого бездаря, это очень хорошо, хорошо, что это вырождение, здесь только порадоваться, это подарок, подарок, который Россия своей коррупцией уже не первый раз дарит ВСУ. Но еще, знаете, интересно, что вот этой частью работы вооруженными силами Украины восхищается там западная пресса, военные эксперты, которые дают комментарии, они пишут о том, что в этом смысле есть огромные большие успехи. И мне вот стало интересно, слушайте, если это так, ну, скажем так, репутация России, которая была морская держава, вторая армия мира и так далее, она сейчас не просто тает, она шортится, как говорят криптовалютчики, да, и это к чему может привести, как вы считаете, Дмитрий, внутри самой Российской Федерации, человек, которого вскармливали с самого детства, убеждая и программируя его, что Россия это самая мощная держава в мире. Сейчас на его глазах флот превращается в флотилию, армия превращается в мясо, теракты какие-то, и так далее, и тому подобное. К чему это может привести, как вы считаете? К тому, что они будут и дальше отвергать любую критику, вот все, что вы говорите, они будут говорить, ну так победите нас, а у нас есть ядерное оружие, ну в общем, там миллион отмазок, когда тебе просто показывают все таблицы, все разблюдовки, все показатели, а ты реагируешь на это, ну плевать, просто убежден, веришь. Это у них как просто вера в какое-то божество, я по-другому не могу сказать. Ну потому что люди религиозные, мы верим в Бога, я, например, ну вообще не ставлю под сомнение, что он существует, а для них нет никакого сомнения, что Россия выдержит любой удар. Ну это же бред, когда не так давно СССР распался. Как это можно вообще видеть, зная историю, то есть не надо быть великим там Олегом Соколовым, который расчленил свою девушку и утопил в Ниве. Не надо быть великим историком, Евгением Панасенковым, который защищал русских силовиков во время побоев мирного населения, когда еще были какие-то протесты. Не надо. А где Панасенков, кстати, сейчас тоже интересно? Не знаю, где ты уехал, как и многие из них изображают сейчас негодование. Ну давайте вспомним лучше, как он просто вспомнился мне что-то историк. Ну вот они вместе идут, Соколов, Панасенков, и довольно характерно, что в России такие историки известные. Очень показательно, скажем так. Один ненавидит людей, другой расчленяет людей. Расчленяет, да. Хотя мы, может, не все знаем про Панасенкова, поэтому не стоит. Ну это правда. Может быть, оба. Слушайте, что дальше, на ваш взгляд, будет происходить в России после этих так называемых выборов, после того, что происходит на фронте, после этих терактов и прочее, прочее? То есть мы перейдем к какой-то определенной точке, на ваш взгляд, или, ну это как бы цинично там не звучало, да, это какой-то закономерный процесс, вот это все будет тянуться, кто-то, кто страдал, будет страдать еще больше, кто-то, кто плакал, будет плакать еще больше, кто-то, кто хотел жить, умрет, я не знаю, в силу тех или других обстоятельств, или на войне, или от ракет, или от БПЛА, и так далее. Или все как-то образуется, на мой взгляд. Ну я имею в виду, что вот сейчас, вы знаете, многие там и мировые лидеры подталкивают, да, там, Турция, например, Китай, вот они подталкивают к каким-то неким мирным переговорам. И я думаю, что возможно не без участия России, потому что Путин планирует осуществить свой первый визит после своей пролонгации власти в Китай, а СИ поехать во Францию. И вот есть мысль, что они могут каким-то образом убеждать европейцев, чтобы склонить Украину к этим переговорам. Как вы на это смотрите? Я на это смотрю, как на растягивание времени. Никто Путину не даст выйти сухим из воды. Россию уже поделили, в первую очередь, тот же самый Китай, а он одновременно, то есть когда Путин приезжает в Китай, Си Цзиньпин сразу в Париж, или как, а Путина общаться со своим дворником, там скоро такое будет взаимоотношение. Не пристало императору китайскому общаться с главой пока еще какого-то китайской провинции автономной. По поводу того, что будет в России происходить, отвечая еще и на предыдущий вопрос, здесь сообщающиеся сосуды, если сокращается личная гвардия Путина, армия Путина, я имею в виду Росгвардия, армия, то где-то прибывает, где-то крепнут ЧВК разнообразные, у губернаторов, у Кадырова, у которой особнячком стоит со своим огромным количеством настоящих головорезов, не тех, которых он отправляет в тыл, в Украину, в заградотряды, а настоящих. У всех госкорпораций, всегда подчеркиваю, есть свои частные маленькие армии. Ну, как маленькие, они не устраивают из этого показуху, они просто туда набирают себе настоящих военных. Содержат их, обеспечивают им деньги, все, что необходимо на самом деле. И вот, чем больше сокращается численность, потому что, естественно, качественно ни одну из этих частных армий не превосходит русская армия. Но численностью, да, могут задавить. И там это понимают в этих частных армиях. Они ждут, когда сократится до предела, считают вместе с генштабом ВСУ. И в момент X они начнут не просто выкидывать друг друга из окон, как Роснефть, постоянно выгодоприобретатель, когда падают вице-президенты топливных компаний. Как же так? Они будут открыты просто устраивать передел собственности. Они знают, что надо взять в первую очередь. Это будет началом распада России, когда множество воюющих между собой. Это даже не государство, это просто будет какая-то территория. Потому что государство... Я не знаю, как там будут облагаться налогами, это все. Будет очень жутко и интересно за этим наблюдать. И, естественно, не останутся в стороне инвесторы западные или китайские. Они своего не упустят. Они скажут, ну вот, теперь пора взять какие-нибудь важные месторождения, поставить там наши войска, попробуйте выгонить войска китайские оттуда. Вот эти частные армии, они не смогут. И все. Это уничтожение России по частям. Если захотят все эти инвесторы, они каким-то образом будут создавать новые государства. Не будет как... Ну, Африка ж тоже в государствах вся, как в шелках. И вот они воюют, 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 воюют. И вот то же самое и Россия ожидает. Дмитрий, интересный сценарий, интересная беседа. И это не просто мое мнение, но мы это еще и наблюдаем, исходя из того количества зрителей, которые нас с вами смотрят. И вам, кстати, вот передают привет и слова благодарности за вашу позицию и за помощь для нашей страны. Вам огромное спасибо, берегите себя, пожалуйста, и до скорой встречи. Удачи вам, всего хорошего, до свидания.